Здравствуйте, это компания Cargo Vostok. Сегодня мы поговорим о тягаче китайского производства марка BayBend. Он же в переводе с китайского как SeenigBend. Крупнейшая китайская корпорация приобрела лицензию у даймбера для выпуска сидельных тягачей, прежде всего для военных нужд. Далее данные тягачи выпускались для гражданской службы Китая, то есть это спасатели, пожарные и так далее. Давайте более подробно по нему поговорим. Как мы видим, здесь брутальный выверенный годами дизайн, хорошая аэродинамика. Часть элементов выполнена из пластика, что позволяет уменьшить снаряженную массу автомобиля и его масса составляет около 7 тонн 200 кг. Передняя подвеска выполнена из рессоры, два листа. Спорное решение, некоторые водители говорят о том, что слишком мягкое, некоторые говорят слишком жесткое, просят добавить еще дополнительно один лист. Мы сегодня с вами проедемся и посмотрим, как это на самом деле выглядит все. Данное транспортное средство соответствует пятому экологическому классу, есть мочевина, также есть два бака на 400 и на 700 литров. У них переключение механическое. Пройдемся чуть дальше. Как мы видим, задняя оптика один-в-один, как у Mercedes Actros. Также хотел отметить, как у Actros, тут и мосты, вплоть до того, что марка чугуна даже используется VCS45. Задняя подвеска у нас пневматическая на четырех точках. Данная версия тягача на дисковых тормозах, сами колеса алюминиевые. Также хотел обратить внимание на сидельно-сыпное устройство. Это распространенное к компании Yost. При этом самый интересный момент, дорогие друзья, который я хотел заметить, расположение седла как у европейских производителей. Некоторые китайские производители чуть-чуть смещают назад сидельное устройство. Из-за этого при движении полуприцеп приходится ловить. Здесь же оптимальное нахождение сидельного устройства, что позволяет с легкостью управлять полуприцепом. Как мы видим отсутствие заднего стекла, что говорит нам о том, что данное транспортное средство в принципе подготовлено для российской зимы. Также проведено хорошее утепление и шумоизоляция. В том числе стоят автономные отопители. Но давайте немножко поподробнее заглянем под капот, что тут происходит. Для того, чтобы опустить кабину, нам понадобится нажать специальную кнопку в кабине, также ставить ключ зажигания и поднять капот. Давайте перейдем к пункту опускания кабины. Она электрическая и механическая. Для того, чтобы опустить кабину, необходимо сдвинуть рычаг в положение опускания. Ну и нажать соответствующую кнопку. Дорогие друзья, а что у нас под кабиной? А под кабиной у нас расположился двигатель от компании V-Chai, крупнейшего производителя в мире. ТОП-4 занимает. Конкретно данная модель это ВП-13 на 480 лошадиных сил. Работает силовая установка в паре с коробкой от компании FastGear, 12-ступенчатая, две задние скорости. В целом данный силовой агрегат достаточно широко и давно представлен на рынке РФ. Соответственно проблем с запчастями их нет. Также на данном автомобиле установлена тормозная система от компании SORL, что также распространена на территории РФ. Ну и соответственно также нет проблем и с запчастями. Давайте опустим кабину и наконец-то проедемся. Ну что, поехали? Удобная посадка для водителя. Руль регулируется как по наклону, так и по вылету. В кабине данного тягача все создано для комфорта водителя. В том числе есть климат-контроль, которая очень хорошо держит заданную температуру. Система мультимедиа, Bluetooth, AUX и также USB. Также хотел отметить, это обзорность данного тягача. Вот как я вижу, тут прям минимум мертвых зон. То есть все очень хорошо видно, очень хорошо набирает обороты. Очень отзывчивая коробка, которая быстро переключает скорость. Она быстро понимает, какую ей скорость нужно включить. Кстати, по поводу рессорной подвески передней. Сейчас специально поехали по неровностям. Достаточно мягко. Двух листов, я считаю, достаточно. Кабина не плавает. Также сама кабина стоит на четырех пневмоподушках. В принципе, комфортное вождение даже в таких сложных дорожных условиях. В жизни, естественно, я вожу легковой автомобиль. Я вам скажу, что на этой машине даже немножечко приятнее ездить. То есть она более такая отзывчивая к управлению. В том числе очень хорошее рулевое управление. Сейчас мы с командой, вот пока снимали, попали в таких несколько сложных ситуаций. Но именно управляемость позволила их очень успешно преодолеть. И как бы я этот тягач, можно сказать, именно освоил. Понятное дело, без прицепа, но освоил очень просто. То есть он очень податливый, этот тягач. Дорогие друзья, в заключение я хотел бы сказать, что данный тягач себя повел очень достойно. Очень хороший тягач. Приобрести его вы можете в нашей компании CargoVostok. На данный тягач распространяется гарантия. Три года или 400 тысяч ограничения пробега для силовой установки. Также покупая данный тягач в нашей компании, вы получаете 4 ТО в подарок. Все необходимые контакты будут в описании к видео. Для того, чтобы не пропустить интересные обзоры, а также тест-драйвы, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok